Добрый день! В данном видео я раскрою тему шифрования диска с помощью BitLocker. Этот материал поможет обезопасить данные не только на жёстком диске, но и на съёмных носителях с помощью штатных средств Windows. BitLocker смогут воспользоваться только пользователи версии Ultimate и Enterprise для Windows Vista или 7 или Pro и Enterprise, если говорить о Windows 8 или 10. Суть процесса шифрования представляет собой использование особого алгоритма для преобразования данных в специальный формат, который может быть прочтён только владельцам. Чтобы включить шифрование диска BitLocker, перейдите в панель управления – Шифрование диска BitLocker • Также зашифровать диск или флешку BitLocker можно кликнув правой кнопкой мыши на нужном диске в папке Этот компьютер и выбрать пункт «Включить BitLocker». Если данной опции нет в перечне функций, значит вы используете неподдерживаемую версию операционной системы. • В открывшемся окне меню шифрования диска BitLocker мы видим все съёмные и несъёмные диски, которые подключены к ПК. Доступно два типа шифрования для включения. Для логического раздела. Позволяет шифровать любые встроенные несъёмные диски, как системные, так и нет. При включении компьютера загрузчик запускает Windows из раздела System Reserved и предлагает метод разблокировки . После этого BitLocker расшифрует диск и запустит Windows. Процесс шифрования-дешифрования будет проходить на лету и вы будете работать с системой точно так же, как до включения шифрования шифрования. Так же можно зашифровать другие диски в компьютере, а не только диск операционной системы. Пароль для доступа необходимо будет ввести при первом обращении к такому диску. • Второй тип – это шифрование съёмных или внешних устройств. Внешние накопители, такие как USB flash накопители и внешние жёсткие диски, могут быть зашифрованы с помощью BitLocker to go. Вам будет предложено ввести пароль для разблокировки диски при подключении накопителя к компьютеру. Пользователи, у которых не будет пароля, не смогут получить доступ к файлам на диске. • Включим BitLocker для диска D • Включить BitLocker • В открывшемся окне необходимо выбрать способ разблокировки диска. Предлагается два варианта • Использовать пароль или сим-карту для снятия блокировки диска • Смарт-карты для разблокировки компьютеров чаще используются в больших компаниях • Для этого понадобится иметь в наличии саму смарт-карту и устройство для её чтения • После того, как я поставлю галочку возле функции «Установка пароля», поля для его ввода становятся активными • Вводим пароль дважды и нажимаем «Далее» • Имейте в виду, пароль должен иметь не менее 8 символов • Следующий пункт активации BitLocker – это установка и архивация ключа восстановления на случай утери основного пароля • Перед шифрованием диска BitLocker предоставит вам ключ восстановления • Этот ключ разблокирует зашифрованный диск в случае утери вашего пароля, а также если пароль был несколько раз введён неправильно или по любым другим причинам, когда пароля нет или он не принимается системой • Вы можете сохранить ключ в файл, напечатать его и хранить с важными документами или загрузить его в онлайн аккаунт Microsoft • Если вы сохраните ключ восстановления в ваш аккаунт Microsoft, то сможете получить доступ к нему позже по адресу onedrive.leave.com.recoverykey • Убедитесь в безопасности хранения этого ключа, если кто-то получит доступ к нему, то сможет расшифровать диск и получить доступ к вашим файлам • Имеет смысл сохранить несколько копий этого ключа в различных местах, так как если у вас не будет ключа и что-то случится с вашим основным методом разблокировки, ваши зашифрованные файлы будут утеряны навсегда • Выбираю «Сохранить файл» • Для наглядности сохраняю ключ восстановления на рабочий стол, но вам я так поступать не рекомендую • Сохранить • Да, можем сразу же проверить его наличие в месте сохранения • Вот наш файл с ключом • Ключ восстановления состоит из 48 символов • Вот он • После включения BitLocker будет автоматически шифровать новые файлы по мере их добавления или изменения, но вы можете выбрать как поступать с файлами, которые уже присутствуют на вашем диске. • Вы можете зашифровать только занятое сейчас место или весь диск целиком • Шифрование всего диска проходит дольше, но оградит от возможности восстановления содержимого удалённых файлов • Если вы настраиваете BitLocker на новом компьютере, шифруйте только использованное место на диске, так быстрее • Выбираю «Шифровать весь диск» • Далее • В Windows 10, начиная со сборки 15.11, представлен новый режим шифрования дисков • Этот режим обеспечивает дополнительную поддержку целостности, но не совместим с более ранними версиями Windows. • В моём случае шифруется встроенный жёсткий диск компьютера, поэтому я выбираю новый режим шифрования • Если бы это был внешний жёсткий диск или флешка, то в таком случае рекомендую вам выбирать режим совместимости • В Windows 7, 8 и более ранних сборках 10 этого пункта не будет • Далее • Начать шифрование • После этого процесс шифрования диска запустится. Вы можете использовать компьютер, пока шифруется диск, но процесс будет идти медленнее • В системном трее появится иконка «Битлокер» • Кликните по ней, чтобы увидеть прогресс • После окончания шифрования диска, защищённый «Битлокер» диск будет иметь специальную иконку в Windows-проводнике • При попытке доступа к диску и его данным потребуется ввести пароль для его разблокировки • В случае если вы забыли пароль, то в этом же окне можно ввести ключ восстановления • Если поставить галочку напротив функции «Автоматически разблокировать» на этом ПК, то зашифрованный диск будет автоматически разблокироваться при подключении к данному компьютеру. Но это больше предназначено для съёмных носителей информации. • После разблокировки диска, все расположенные на нём файлы станут доступными для использования • Диск заблокируется обратно только после выключения или перезагрузки компьютера • Также станет доступным меню «Управление Битлокер» для зашифрованного диска • Чтобы перейти в него, нажмите правой кнопкой мыши на зашифрованном диске и выберите «Управление Битлокер» для перехода в панель управления • Здесь можно архивировать ключ восстановления, сделать его ещё одну копию • Сменить пароль • Удалить пароль • Добавить сим-карту • Включить автоматическую разблокировку или отключить Битлокер • Имейте в виду, что в случае если вы забыли пароль от зашифрованного диска, а ключ восстановления утерян, то получить доступ к данным такого диска уже не получится. • Поэтому ключ восстановления необходимо хранить в надёжном месте • Чтобы иметь возможность использовать такой диск в дальнейшем, его можно отформатировать • После форматирования вы уничтожите все данные на диске, но получите доступ к нему и сможете использовать его снова • Удалённые по ошибке файлы или данные, утерянные в результате форматирования зашифрованного с Битлокер диска, можно восстановить с помощью Hetman Partition Recovery • Но перед началом сканирования диска вы должны его разблокировать. Без пароля для разблокирования данные на диске будут зашифрованы и не будут поддаваться восстановлению. • Для этого дважды кликаем левой кнопкой мышки в проводнике по диску и вводим пароль для доступа. • Поскольку Windows использует принцип шифрования на лету, процесс восстановления будет такой же, как и на обычном диске. • О том, как восстановить данные с жёсткого диска или съёмного носителя информации с помощью Hetman Partition Recovery, смотрите в видеороликах, ссылки на которые есть в описании. • Если необходимость в шифровании данных диска отпала, то для этого необходимо просто отключить Битлокер, после чего диск будет расшифрован. • Для этого переходим в управление Битлокер. • Переходим к зашифрованному диску. • Выбираем пункт «Отключить Битлокер». • Нажимаем «Отключить Битлокер» ещё раз для подтверждения. • Выполняется расшифровка. • Расшифровка диска завершена. • Теперь иконка диска изменилась на стандартную и диск можно использовать без необходимости ввода пароля или ключа для восстановления. На сегодня всё. В следующих роликах рассмотрим детально, как настроить Битлокер, что такое TPM, а также как правильно настроить и использовать Битлокер на компьютере, на котором нет TPM. Если вам понравилось данное видео – ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Удачи! Продолжение следует.